Ребята, всем привет! Наконец-то встречаюсь с вами в 2022 году. Прошлое видео у меня было вообще без моего присутствия от лица мамбы. Вот, наконец-то мы приехали с нашей поездки из Сочи. Мы дома, забрали крысок, всё, воссоединение произошло. К сожалению, я ничего не сняла, как мы их забирали, но я этого очень сильно ждала. Мы прям приехали, получается, в субботу поздно вечером на машине из Сочи. Это была очень долгая, тяжёлая дорога. И на следующий день, в воскресенье, мы забрали крысок, и получается, сегодня среда я снимаю это видео. В принципе, я могла и раньше снять, но у меня вообще не было каких-то сил. После такого отдыха нужен ещё отдых, особенно после этой дороги, после отдыха на машине. В общем-то, всё, я дома. Я думаю, теперь я в ресурсе. Хотя, всё равно, вот сейчас снимаю это видео, и я очень долго собиралась его снять. Как-то прям не хочется, хочется отдохнуть. В общем, сегодня я хочу снять влог такой небольшой, показать вам крысок, показать, как у них дела, что нового. Потому что мы их отдавали на две недели, я по ним очень сильно соскучилась, если честно. И хочу побольше уделить внимание именно им. Оставайтесь со мной, приятного вам просмотра, и погнали! Мои крысики, мамбуша, привет! Подписчикам привет скажи, сонный крыс! Шуня гуляет, кстати говоря. Шуня на удивление, вот я прям удивлена, потому что обычно мамба выходит, а тут мамба что-то лежит, отдыхает. Да, малыш? Смотрите. Вот эти домики из конструктора. Я их забыла снять, на самом деле, когда мы их сделали. И попросила там уже сестра, мне подсняла кусочек. Вот, хочу вам еще раз показать. Вот такие домики из конструктора мы сделали. Не знаю, как мне это в голову пришло, но получилось реально прикольно. Крысам нравится, они прям там спят. И сверху я еще положила этот вот их коврик. Так что мамба кайфует. Бабушка. Бабушка. Ой, 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 что за крыса такая? Ой, что такая за крыса? Мамбочка, сладкий мой. Отдыхает. Пойдемте Шуню искать. Долго искать не пришлось. Вот он лежит, спит. Я вам только похвалилась, что он гуляет. Вот так вот он гуляет, ребята. Просто спит. Шунька. Конечно, Шуня такой толстый. Я просто не знаю. Ну вот. Я, конечно, их кормлю сейчас вообще не калорийно. Все семечки убираю. Все такое. Но Шуня такой толстый. Никак не худеет. Нужно опять возвращаться к этому считанию грамм корма и всего остального. Ну, Шуня прям вообще вот такой толстый, а? Шуньзы. Шуньзы. Ты что такой толстый? Ты что такой толстый? Ладно, спи, спи. Почему он спит на полу? Вот, понимаете, здесь тяпочки мягко везде. Шуня просто спит на полу. Ну, ладно. Илюха здесь у меня в домике в своем новом сидит. Это тоже домик из конструктора. Мы вместе с сестрой их сделали, когда вот я отвозила их на время нашей поездки. И мы сделали эти домики. Крысам прям реально они понравились. Илюха, иди сюда. Илюха, я вам скажу, потолстел. Он прям потолстел заметно так, ребята. Сейчас его достану и вам покажу. Да, крыс. Илюха стал прям таким вот прям... Ну, мне кажется, камера этого не передает, но он стал гораздо толще, чем был. Прям такой мясистый крыс. Вот. И что я хочу вам сказать по поводу агрессии? Он все по-прежнему агрессивный. Я вот вчера выпускала их на кровать с троих. Ну, мы с Андреем выпускали. Потому что я без него даже боюсь выпускать, если честно. Андрей хоть как-то их может разъединять руками. Я очень боюсь Илюху, потому что он иногда со своей агрессией может прям в руку вцепиться. И вчера у Андрея именно так произошло. Вот это все следы Илюхи. Смотрите, друзья, какой у меня уже образовался огород на подоконнике. Честно говоря, я этому вообще не рада, потому что я такой человек. Я люблю, когда все прям по минимуму, минимализм. Вот у меня стояли вот эти два цветка на подоконнике, и он был весь пустой. Я была этому рада. Сейчас у меня здесь, сами видите, что. Плюс увлажнитель. Короче, надо что-то с этим думать и делать, потому что пока что мне не нравится, как это эстетически выглядит. Но быстренько вам покажу. Я, значит, вот эти два набора заказывала. Он от этого стоит там. Здесь семечки граната пока что замачиваются. Еще в землю их рано сажать. Здесь посадила инжир. Пока там ноль изменений. И вот единственное изменение. Это у меня лимончик из косточки. Вот так вот вырос. Это только одна проросла у меня косточка. Больше никакая не проросла. Но я их все равно посадила вот в эти горшочки. Посмотрим, что будет. Так, дальше у меня авокадо, которому почти уже месяц. Который я вот так вот вам показывала. Вот, смотрите, как он треснул. Но изменений вот таких вот, чтобы стебель появился, пока нету. Я вот не понимаю, что внутри там. Это типа листочки или что? Так, секунду. Вот кто понимает, скажите, что это? Что вот это белое? Это типа листочки, которые не стали листочками или что? И что это? Стебель или не стебель? Короче, у меня как-то сомнения насчет этого авокадо. Поэтому я второй посадила. Этот, не знаю, посмотрю, что с ним будет. И самое основное. Смотрите, как вырос этот цветок. Я просто уехала в Сочи, потом приезжаю, и у меня просто вот этот новый стебель. Раз, два, три, четыре новых. Я была просто в шоке. Когда уезжали, самый высокий был вот этот. Приехала просто огромный цветок. Ну, это мне нравится, кстати. А насчет этого огорода, ну, вот знаете, я, наверное, посмотрю. Если тут расти не будет, я это выкину там. Ну, так оставлю прям просто ради опытов, ради интереса. Вот. На самом деле, так скучала по этим крысо-жопкам. Я прям ждала, когда же мы уже скорее вернемся. Хотя обычно люди на отдыхе не думают о том, чтобы скорее вернуться. А я наоборот думала, когда же мы наших крысок заберем, наших хорошеньких. Да, мамбик? Хотела вам показать, какие дырки у меня образовались на этом коврике. Ну, сейчас мамба спит, что-то не хочется его поднимать. В общем-то, когда я отдала крыс, ну, пока мы уезжали, и у меня, получается, они были у сестры, и она выпускала то Илюху, то мамбу с Шуни. И как-то так получилось, что Илюха вытащил вот этот вот коврик, я так полагаю, и прогрыз там такие дырки просто нереальные. Ну, сестра говорит, что это Шуня, но я не думаю, что это Шуня, потому что они вообще ничего не грызут с мамбой. А там такие дырки, это прям заметные следы Илюхи, я бы сказала. Да, мамбик? Покажешь ковер или нет? Ребята, пока мамба перелег, он сменил место своего отдыха. Я вот взяла этот ковер, и сейчас вам покажу, вы просто обалдеете. Смотрите, какие дырки! Это просто кошмар! Шуня такого сделать точно не мог. Ну, тут просто вот что это? Это ужас! Мне так жалко на самом деле, потому что Шуня с мамбой любили этот коврик, и они бы такого не сделали. Это все опасные крысы Илюха. Ну, пока что не знаю даже, так могу пользоваться. стелить им. Но все равно жалко. Приятного аппетита, Илюха! Скоро буду снимать видео от лица Илюхи, я думаю. Ну, как скоро, но в планах есть оно. Всем понравилось видео от лица мамбы. Надо попробовать от лица Илюхи и от лица Шуни, чтобы от каждого было по одному видео. Вот. Пока что думаю, что конкретно буду снимать от его лица. Как вообще прошли ваши новогодние праздники? Пишите, рассказывайте, что было интересного. У меня была одна очень интересная история в Волгограде. 1 января, сразу после Нового года, мы пошли с Андреем погулять, и к нам подбежал щенок. Девочка такой миленький, такой классный. Я просто обожаю собак, на самом деле. И я, конечно же, захотела ей помочь. Я захотела накормить, я захотела пристроить. Да, Ира, добрая душа. Но 1 января, знаете, вот я начала звонить во всякие приюты, на Авито выложила объявление, ВКонтакте. И все мне отказывали. Либо там приюты вообще не берут щенков, именно щенков собак берут, щенков нет. В общем, я постаралась сделать для этой собаки всё, что можно, возможно. Накормила, согрела, напоила, дала ласку, тепло. Но, к сожалению, не удалось её никак пристроить. Мы были проездом в Волгограде, и никак мы её не могли у себя даже подержать. И потом мы уже уезжали в Сочи, и пришлось её оставить на улице. Вот насчёт этого у меня, конечно, знаете, такое сердце разрывается, потому что мне там даже в комментариях писал какой-то мужик, типа, лучше вообще не помочь, чем потом на улицу выкинуть. Ну, как выкинуть? Я не выкидывала никого на улицу. Мне кажется, я лично считаю, что лучше хоть чем-то помочь, чем вообще пройти мимо. Вот как вы считаете? Пишите в комментариях. Потому что я еду ей купила, я ей воды налила, дома мы её согрели, ну, ласку ей дали, поспала она хорошо дома. То есть вечер она провела, я думаю, хорошо. Ну, я не могла ничего большего сделать для неё. Мне кажется, если бы это было в моём городе, я бы взяла эту собаку на то время, чтобы найти ей хозяев. Потому что вот, к сожалению, на следующий день мне писали на Авито, что были готовы её взять на передержку на время, пока не найдутся хозяева для неё. Это самое обидное, что на следующий день это было. Я весь вечер потратила, чтобы что-то сделать, но это случилось на следующий день, когда собаки уже не было у нас. Вот такая интересная новогодняя история произошла. Что ещё рассказать? Я вот планировала снять какое-то отдельное информативное видео про Сочи большое, но, честно вам скажу, я была вообще не в ресурсе, мне не хотелось ничего снимать. Даже про эту собачку можно было снять целое видео вам, рассказать, показать, но я вообще не хотела ничего снимать, хотела просто быть в моменте. Вот. И поэтому про Сочи даже я сейчас сомневаюсь, что я буду это видео делать, потому что не так уж и много материала, я вообще мало чего снимала. И то я снимала так вот, знаете, просто вставлять, вот так вот сидеть, рассказывать, только если вставлять моменты, потому что так я вообще ничего не снимала там. В Сочи мы, кстати, прикольно съездили в парк сочинский, на аттракционах покатались, мне этот день больше всего понравился, потому что как-то в этом году у меня не было прям такого энтузиазма кататься именно на скибордах, я вот катаюсь на скибордах, на горнолыжке Андрея, и вот мы ездили с его братом и сестрой, они катаются все на сноубордах. У меня в этом году вообще не было какого-то энтузиазма такого кататься, ну и потому что они все катаются вне трасс, я одна по трассам, мне было как-то скучно, одиноко, и, короче, мне как-то прям не запала в душу эта поездка, именно катание, но мне запал день, когда мы катались на аттракционах, вот. И еще мне не понравилась наша поездка тем, что она была на машине, для меня это было просто адски тяжело, потому что я никогда в жизни не ездила так далеко на машине, мы с Андреем считали, что там в сумме что-то 60 часов дороги у нас вышло, вот, если прям чистой дороги, но это просто ужас, мне даже от осознавания одного уже плохо, а когда вот мы ехали, это было очень тяжело. Ну что, будем с вами уже прощаться, надеюсь, скоро выйдут новые видео, я постараюсь их снять побольше, ну, пока что я серьезно не могу обещать, как скоро выйдут следующие видео, пока что как-то я себя чувствую не очень, с таким же, опять же, энтузиазмом, что я хочу снимать, снимать, возможно, даже я немножко отдохну еще, ну, я не знаю, ребят, вот, просто как вот мне захочется снимать, тогда я буду снимать. Всем спасибо большое за просмотр, и всем пока-пока!